здравствуйте друзья вы на канале с компьютером на ты в этом видео я вам покажу как создать группу в замечательном мессенджеры telegram для чего же все таки нужны эти группы в группы вы можете добавлять людей общих интересов и переписываться с ними вместе сразу обсуждать какие-то интересные темы вы можете создать группу если вы например бизнес если вы например занимаетесь каким-нибудь бизнесом вы можете добавить туда каких-либо партнеров и прочее то есть группа это тот диалог где сразу ведут переписку несколько человек и давайте я вам покажу как это сделать для начала вам необходимо нажать вот на такие три полоски нажимаю дальше нажимаю на кнопку создать группу здесь нам необходимо указать какое-либо название группы я же на данный момент напишу тестовая группа после чего если я нажму вот на такую вот иконку где у нас изображен фотоаппарат я могу установить какую-нибудь картинку данной группе давайте поставлю вот например вот так вот и здесь если я буду вот эти вот ползунки перемещать я могу настроить нашу аватарку то есть вот вот эту круглую область мне необходимо выбрать пускай будет вот так вот нажимаю на кнопку сохранить далее нажимаю кнопку далее теперь мне необходимо добавить участников группу как вы видите мы можем добавить до 200 тысяч человек в эту группу данном случае у меня же пока в данном telegram аккаунте этот аккаунт новый у меня только есть один человек выбираю его и нажимаю на кнопку создать теперь наша группа была создана и теперь давайте разберемся как же ей управлять здесь у нас написано вы создали группу возможности групп до 200 тысяч участников общая история переписки публичные ссылки вида то есть вы можете отправить публичную ссылку какому-нибудь человеку или же разместить ее на сайте и люди будут переходить в эту группу и будут ее вступать и дальше мы можем устанавливать разный уровень прав давайте разберемся более подробно для того чтобы начать управлять группой вам необходимо в первую очередь вот в этой вот в левой панели выбрать эту группу то есть выбрать данный чат и нажать вот на такие три точки правом верхнем углу программы дальше вам необходимо нажать на кнопку управления группой здесь мы можем указать какое-либо описание группы я в данном случае это делать не буду мне это не нужно дальше мы можем выбрать тип группы нажимая на эту кнопку если мы выберем публичная группа то все могут найти группу через поиск то есть вот через вот этот вот поиск и присоединиться история чата будет доступна всем либо же это частная группа присоединиться группе можно только по приглашению или по специальной ссылке моем случае мне подходит частная группа и если я хочу чтобы люди могли переходить вступить в эту группу по ссылке я могу нажать вот на такую вот кнопку создать ссылку приглашения нажать и вот эту ссылку я могу скопировать нажав на нее один раз левой клавиши мыши у меня сразу появляется уведомление о том то что ссылка была скопированных буфер обмена и я могу ее кому-нибудь отправить и те люди которые по ней перейдут перейдут собственно в эту группу дальше нажимаю на кнопку сохранить теперь мы можем здесь установить параметр история чата для новых участников на данный момент у меня активирован пункт скрыта то есть новые участники будут видеть не больше ста последних сообщений если же я активирую функцию видно то новые участники будут видеть полную историю сообщений моем случае подходит первый пункт то есть история будет видна всем нажимаю на кнопку сохранить дальше у нас есть такой параметр как разрешение нажимаю здесь мы можем предоставить какие-либо возможности участникам группы отправка сообщений данный пункт у меня должен быть активирован мне так нужно если же вы хотите чтобы участники вашей группы не могли отправлять сообщение то вы этот пункт можете деактивировать отправка медиафайлов то есть фотографии каких-либо документов это тоже все понятно создание опросов вот создание опросов моем случае не подходит создание опросов моем случае в данной группе смогут создавать только администраторы этой группы добавление участников тоже добавлять участников смогу в группу только я или же другие назначенные мною администраторы группы закрепление сообщений тоже участники обычные этого делать не смогут изменение профиля группы также смогут только администраторы я это отключаю остальные пункты меня устраивают я их оставлю в действии если я пролистну немного ниже то здесь мы видим такой блок который называется медленный режим то есть если мы поставим сейчас 10 например секунд то участники не смогут отправить больше одного сообщения за 10 секунд например какой-либо участник уже отправил сообщение в группу и следующее сообщение он сможет отправить только через 10 секунд данный данный параметр нужен только тогда когда у вас в группе действительно много участников и вы не хотите чтобы люди спамили чтобы люди постоянно отправляли одни и те же сообщения в моем же случае я поставлю нет мне это не нужно и у меня здесь сразу написано участники не смогут отправить больше одного сообщения за этот период то есть медленный режим я отключил также мы можем указать исключение мы можем выбрать каких-либо пользователей вот здесь они у вас появятся которые смогут отправлять сообщение неважно какое время вы здесь указали то есть они смогут отправлять сообщение всегда независимо вот от этого параметра которые вы здесь указали нажимаю на кнопку сохранить дальше администраторы здесь мы можем выбрать администратора группы также мы можем нажать на кнопку добавить администратора и выберем давайте вот этот вот контакт который у меня есть в телеграме и здесь мы ему можем предоставить какие-либо возможности изменение профиля группы то есть данный администратор сможет изменять профиль группы, то есть описание, аватарку, название и прочее. Удаление сообщений. Данный администратор сможет удалять чьи-либо сообщения. Если вы не хотите, чтобы у него были такие полномочия, вы можете этот пункт деактивировать. Блокировка участников. То есть вы можете добавить в данной группе какого-то участника в черный список. Я этому администратору данную опцию оставлю. Добавление участников, закрепление сообщений, анонимность. Если я активирую данный пункт, то если данный администратор будет что-то писать в этой группе, то он будет писать это анонимно. То есть никто не узнает, что это пишет именно этот администратор. Ну и конечно же добавление администратора. Данный пункт я активировать не буду, потому что я как создатель, например, этой группы, хочу, чтобы только я мог назначать каких-либо новых администраторов для этой группы. Ну и теперь пролистаю немножко ниже. Здесь мы можем указать какую-нибудь должность. Например, напишу «Редактор» и нажимаю на кнопку «Сохранить». Если же вы хотите удалить какого-то администратора, то вы также нажимаете на кнопку «Администраторы» и нажимаете на кнопку «Удалить». Если же вы хотите изменить полномочия у этого администратора, то вы на него нажимаете левой клавишей мыши один раз и редактируете его полномочия, после чего также нажимаете на кнопку «Сохранить». Нажимаю на кнопку «Закрыть». Дальше, если мы перейдем в раздел «Участники», то здесь мы также можем добавить каких-либо участников или же посмотреть его профиль. Итак, давайте я вернусь обратно в управление группы и здесь также обратно перейду в раздел «Тип группы». Как вы уже помните, я поставил частная группа. Если же я поставлю публичная группа, то мы здесь сами можем придумать какую-нибудь ссылку, при переходе по которой люди смогут попасть в вашу группу. Я оставлю также частную группу и нажму на кнопку «Сохранить». Также, если я пролистаю немного ниже, здесь мы можем увидеть пункт, который называется «Недавние действия». В этом блоке вы сможете смотреть, какие последние действия в данной группе происходили. Если же вы нажмете на кнопку «Фильтр», то вы можете установить фильтр отображения тех или иных действий, которые происходили в этой группе, указав или же убрав какие-то галочки возле определенных пунктов. Нажимаю на кнопку «Сохранить». Давайте нажму обратно «Все действия» и теперь разберемся дальше. Если мы также нажмем вот здесь, мы можем посмотреть информацию о группе, отключить уведомления. То есть в данном случае, если в группу будут писать какие-то новые сообщения, вас не будут постоянно мучить уведомления. Если же вы хотите посмотреть, что происходит в этой группе, вам просто нужно будет в нее войти и посмотреть, что там пишут. Управление группы мы с вами уже поняли, что это такое, какие параметры там есть. Добавить участников тоже все понятно. И также мы можем создать опрос. Здесь мы можем написать какой-нибудь вопрос, например, «Как ваше настроение?» И добавить варианты ответа. Например, «Нормальное». Добавить ответ. «Хорошее». И так далее. Вот тут у нас еще написано «Можно добавить еще 8 вариантов ответа». То есть всего можно добавить 10 вариантов ответа, получается. Также в настройках этого опроса мы с вами можем установить анонимное голосование. То есть пользователи не будут видеть, кто за какой вариант ответа проголосовал. Можем активировать пункт «Выбор нескольких ответов» и режим «Викторины». Ну и с этим тоже все понятно. Нажимаем на кнопку «Создать». Как мы видим, у нас появился опрос. Мы можем проголосовать и у нас появляется процентное соотношение. Здесь у нас также написано «Один голос». Давайте теперь создадим опрос вида «Викторины». Также нажимая на эти три точки «Создать опрос», «Режим викторины». Здесь мы можем добавить какое-то объяснение. Тут вот написано «Участники увидят этот текст, если выберут неправильный ответ». Полезно для образовательных тестов. Ну давайте, например, я также какой-нибудь вопрос здесь напишу. Выберу еще какой-нибудь вариант ответа. Добавлю здесь тоже. Еще один вариант ответа добавлю. И здесь мы можем выбрать «Активировать правильный вариант ответа». Давайте выберу вот, например, средний. Нажимая на кнопку «Создать». И вот у нас появилась анонимная викторина. Если же я выбираю неправильный вариант ответа, то у нас появляется вот такой крестик и показывается правильный вариант ответа. Если же вы, как администратор, хотите удалить какой-то пост в этой группе, то есть какое-то сообщение от имени администратора или же сообщение, отправленное одним из участников данной группы, то вы можете нажать на это сообщение правой клавиши мыши и выбрать нужный вам вариант, то есть удалить сообщение. Также вы можете нажать, если это опрос, правой клавиши мыши и, например, остановить опрос. Или же, как в прошлом случае, вы могли изменить голос свой. Также вы, как администратор группы, можете это сообщение закрепить. Для того, чтобы его вот здесь наверху закрепить, вам также необходимо по нему нажать правой клавишей мыши и нажать на кнопку «Закрепить сообщение». Также здесь я активирую уведомления всем участникам. То есть все участники группы получат уведомление, что администратор данной группы закрепил какое-либо сообщение. Нажимаю на кнопку «Закрепить». И здесь теперь наверху у нас появилось закрепленное сообщение. Мы на него нажмем, и оно у нас выделяется. Если же, например, какие-то участники будут писать различные сообщения, ваше закрепленное сообщение будет перекрываться, то каждый желающий может нажать на эту кнопку, которая называет «Закрепленное сообщение» и увидеть это сообщение. Также, если вы хотите найти в группе какое-то сообщение, вы можете нажать на такую кнопку в виде «Лупы» и написать здесь текст, и у вас появятся здесь варианты сообщений, которые писали участники данной группы. Также вы здесь можете выбрать определенное сообщение от какого-то участника. Так, нажимаю на крестик. Ну, в общем, здесь все понятно. Ну, а также, если мы нажмем вот на такую скрепку, здесь вы сможете отправить какой-нибудь файл со своего компьютера. Здесь, в принципе, все понятно. Ну, а если вы хотите телеграммом владеть более серьезно, знать его функции от «А» до «Я», его секретные функции, то в описании к этому видео вы сможете найти ссылки на другие видеоролики, которые непосредственно связаны с самим телеграммом. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых и интересных видеоуроках. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok